Итак, доброго времени суток, друзья! Продолжим изучать панель инструментов в редакторе сэмплов. Прежде чем начнем, я расскажу об одной функции, которая позволяет нам управляться с несколькими копиями аудио-эвентов, которые ссылаются на один и тот же аудио-клип. Если мы производим обработку аудио-эвента, которая ссылается на тот же клип, что и другие аудио-эвенты в проекте, допустим, в данном случае мы создали два аудио-эвента, неважно, какого они размера, но они ссылаются на один и тот же аудио-клип. И теперь, если мы хотим произвести какую-либо обработку в этом файле, в этом ивенте, у нас появляется вот такое окно, которое спрашивает нас, что мы хотим сделать с тем аудио-клипом, на который ссылается этот аудио-эвент. Если мы выберем кнопку Continue, мы сохраняем изменения в исходном аудио-клипе. Это значит, что все аудио-эвенты, которые ссылаются на этот клип, будут иметь это изменение, которое мы произведем сейчас, эту обработку. Давайте нажмем. И вы видите, что у нас появилось изменение также и в другом аудио-эвенте, который ссылается на тот же аудио-клип. Если же мы выбираем New Version, у нас создастся новый аудио-клип, который будет содержать эту обработку. Другие же ивенты останутся нетронутыми. Это важно понимать для правильной организации аудио-эвентов в проекте и чтобы избежать нежелательных последствий, которые могут возникнуть. Если же у вас не появляется никакого окна, либо же вы поставили галочку «Больше не показывать», можно в любое время изменить настройки. В разделе «Editing Audio» здесь строка «On Processing Shade Clips». Здесь можно выбрать вручную. Либо у нас появляется диалоговое окно, предлагающее нам правовые выборы. Либо же окно не появляется, а такая обработка подразумевает создание каждый раз новых версий аудио-клипов. Либо же «Assume Scamping» обозначает, что каждый раз будет производиться обработка оригинального аудио-клипа, и все аудио-эвенты, которые ссылаются на этот клип, будут содержать эту обработку. При помощи вкладки «Process», которую я уже открыл, здесь можно ввести обработку не всего аудио-клипа, а выделенных участков. То есть мы выделяем нужный участок, и можем либо воздействовать на него стандартными процессорами Cubase, либо выбрать нужный плагин для этого. Либо здесь, либо же в вкладке «Аудио» присутствуют те же самые, строки «Process» и «Plugins». И производится обработка выделенного участка в этом случае. Но также можно производить стандартные действия копирования вставки. Выделяем нужный участок, выбираем в строке «Edit Copy», либо же «Ctrl-C» — стандартное сочетание клавиш. И в этом случае у нас производится занесение в буфер обмена выделенного участка, и мы этот участок можем вставить в другое любое место. Двумя способами. Либо мы вставляем его в место нового выделения, либо же мы его вставляем без удаления информации, просто установив курсор в любое место. Видите, светлая полоса. В это место, если мы нажмем «Ctrl-V», либо выберем в «Edit Paste», произойдет вставка скопированного участка без какого-либо удаления. Но у нас производится увеличение длины клипа для того, чтобы предоставить место вставляемому участку. «Ctrl-X» — это вырезка, то есть это удаление информации с занесением ее в буфер обмена. Удаление также можно производить клавишами «Delete» и «Backspace». Также есть еще одна функция, называется «Insert Silence», то есть это вставка тихого участка. Если вы хотите в какое-либо место вставить тишину, вы находите этот участок, к примеру, вот этот. И далее отсюда вы ведете выделение участок. И здесь вы определяете не тот участок, который будет удален и вставлена тишина, а вы здесь определяете длину вставляемой тишины. То есть при этой опции у нас не происходит никакого удаления. Но выбираем «Edit», «Insert Silence». И у нас вся информация просто сдвигается вправо для того, чтобы предоставить пространство для тишины. И длина этого пространства равна той длине, которую мы определили при помощи выделенного участка. Также можно создавать новые ивенты для вашего проекта. из участков выделения. Для этого мы выделяем нужный участок, нажимаем «Ctrl» и переносим этот участок в проект. Также можно создать совершенно новый аудиоклип из выделения. То есть часто бывает так, что аудиоклип, на котором мы работаем, достаточно длинный, и не вся информация из него нам нужна в проекте. Поэтому можно сделать так для удобства, чтобы у вас отображался только тот участок, который вам нужен, который вам интересен. Вы выбираете интересный участок, и вы выбираете вкладку «Audio», «Bounce», «Selection». Открывается новый аудиоредактор, содержащий именно этот участок, который мы видели. Ну и также создается новый файл в пуле, как видите, вот под номером 3. И вы можете вести обработку только этого клипа. Но стоит понимать, что все эти клипы, создаваемые, они создаются на один и тот же аудиофайл на жестком диске. То есть в любое время, сколько бы вы обработок ни делали, вы всегда можете вернуться к оригинальному состоянию аудиофайла. Ну, об этом я более подробно рассказывал в другом видео. Ну, на этом пока все. Пробегусь вкратце по всей панели инструментов. Soloedit позволяет нам воспроизводить только информацию, которая находится в редакторе сэмплов, то есть здесь, без учета того, что у нас есть в проекте. Если же мы ее отжимаем, у нас воспроизводится все то, что в проекте, и также плюс то, что находится в редакторе сэмплов. Acoustic Feedback нам стандартная функция, позволяет прослушивать редактируемое аудио. Далее идут инструменты выделения. Мы убедились в том, что с помощью выделения можно делать многие вещи. Инструмент лупы позволяет нам изменять масштаб. Инструмент карандаш мы пока не рассматривали. Чтобы им воспользоваться, необходимо до максимума приблизить изображение, чтобы видеть каждый сэмпл аудио волны. Но об этом инструменте я скажу в другом видео. Позволяет нам слушать информацию, начиная с того места, где вы кликаете курсором. Воспроизводение будет длиться так долго, пока вы нажимаете левую кнопку мыши. Скраббинг имеет похожую функцию, не только скорость создаете вы с помощью скорости перемещения курсора при зажатой левой кнопке мыши. Но также можно производить не только вперед, но и назад. Таймварпинг позволяет нам совершать небольшие изменения в темпе на определенных участках аудиоклипа. Далее идет инструмент для прослушивания редактируемой информации, которую можно послать в контрольную комнату, если таковая есть. Также можно зациклить это воспроизведение. Если контрольной комнаты нет, сигнал с него идет на стандартную выходную стерео шину. Следующие инструменты позволяют нам отображать либо прятать соответствующие функции. Инспектор, информационная строка, границы и ивента. И также региона, либо участки, с которыми мы поработаем в следующем видео. Следующие опции автоскролла и привязки к сетке я уже описывал. Они стандартны как для этого экрана, так и для экрана проекта, так и для миди-редактора. Snap to Zero Crossing обозначает, что при активации этой функции мы при любом редактировании, при любой обработке, у нас происходит привязка к тому моменту, в котором аудиосигнал пересекает нулевую ось. Это делается для того, чтобы при такой обработке не возникали нежелательные клики. Ну пока на этом все. Остальные функции в других видео не пропустите и до связи.